Всем привет! Меня зовут Сева Бойко, вы слушаете подкаст Русской службы Би-Би-Си «Что это было?», в котором мы рассказываем о российском вторжении в Украину и его последствиях. Мобилизованные в российскую армию столкнулись с нехваткой одежды и снаряжения. Их семьи по всей стране вынуждены на свои деньги покупать вещи — от носков до бронеженетов. Одна из причин такого плохого снабжения — систематическое воровство в армии, выяснил корреспондент Би-Би-Си Андрей Захаров. Власти России, включенный Андрея в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, Би-Би-Си категорически возражает против этого решения и оспорила его в суде. Андрей, привет! Привет! Давай начнем вот с чего. Насколько вообще остро стоит проблема? Правда ли, что мобилизованным повально не хватает обмундирования и амуниции? И это у меня такой информационный пузырь? Да нет, я тоже сначала думал, что может быть пузырь. Тем более, что Минобороны публикуют видео в парадной, на которых у них вполне и бронежилеты, и каски современные. Но сообщений о том, что не хватает всего, включая даже нательного белья, которое родственники вынуждены покупать, гораздо больше, чем видео о том, что все хорошо. Поэтому, когда со всех уголков страны, из всех учебок, где находятся мобилизованные, сообщают не только о том, что не хватает, скажем, приборов ночного видения или бронежилетов. Их, по крайней мере, приборы ночного видения и современная связь. Их не было и у контрактников, которые вторглись в Украину в конце февраля. Да, это такая системная проблема для российской армии. Но речь идет о том, что, да, вот мы видим, что в разных регионах, в том числе даже и в богатых регионах, когда людей, Московская область, да, людей привозят на сборные пункты, и потом выясняется, что они должны покупать не только какое-то дорогое бомбардирование вроде того же бронежилета или прибора ночного видения, но и буквально реально трусы. Есть сообщение, что купили трусы. Угу. Смотри, в своей статье, которая называется «Вывозины на КамАЗе», ты перечисляешь десятки случаев воровства за последние годы, в том числе суды по этим делам шны, когда уже началась война, и речь идет о кражах, о халатности на армейских складах. Какой из всех случаев, что тебе попались во время этого исследования, поразил тебя лично больше всего? Во-первых, на самом деле даже в целом взять, если там по сотне случаев в год, именно про склады, даже не десятки. Была забавная история, когда в одном из регионов исчезли, ну, кто-то украл, да, 50 бронежилетов. И командир роты, обнаружив это, что у него половины бронежилетов, которые верены ему на хранение, нет, что делать? И вот, по-моему, эфрейтор сказал ему, вот, у меня есть знакомый, он их продает, вот, можем купить и поменять. Ну, и, значит, лейтенант, по-моему, там был, он дал денег и эфрейтору. И тот, дальше непонятно, то ли он заранее не планировал покупать, то ли, как он говорил на суде, знакомый, который должен был продать, решил, что он их продаст подороже. В общем, в итоге он не купил бронежилеты, эти 50 штук, а деньги он просто, в итоге, не стал отдавать своему начальнику, а сказал, что бронежилеты положил на склад. И когда выяснилось, что бронежилетов этих 50 нет на складе, то, значит, командир роты решил, пошел в полицию, пожаловался на мошенничество. Просто клубок безумия. Изначально пропали бронежилеты, а пожаловался на него деньги отжали. И реально осудили, значит, этого эфрейтора, что он смошенничал и не вернул деньги. И единственное, никого не заинтересовало, по крайней мере, я не нашел это в суде, а куда же делись 50 бронежилетов? Очень дефицитный, между прочим, сейчас для мобилизованных товаров. Если трусы можно купить, то бронежилеты как раз найти не так-то и просто. Да, это вот такой какой-то парадоксальный, но меня больше поражал масштаб, понимаешь, когда вывозили буквально КАМАЗами это имущество. Речь шла о анклатурах, там, за раз 20-30 мешков имущества. Вот это прям поражает. Ты представляешь себе, как это делалось, и понимаешь, что это делалось годами, то неудивительно, что сейчас, когда началась мобилизация, на складах, ну, не то, что ничего нет, но оно все, у кого-то там, знаешь, не по размеру, у кого-то, значит, форма меньше или больше, у кого-то обувь меньше или больше. Вот это следствие как раз того, что годами так все вывозилось. Ты сказал о поразивших тебя масштабах. Можешь привести пример конкретного уголовного дела, где бы разбирались какие-то масштабные хищения? Да, я даже два приведу, наверное. Значит, одно, оно показывает как раз, почему ничего нет для мобилизованных, потому что там есть, условно говоря, два типа хранения. Один тип хранения – это то, что нужно для части сейчас, другой – это как раз тот самый непрекосновенный запас в случае мобилизации. И, естественно, российская армия к войне, наверное, готовились только Путин с Патрушевым, а российская армия к войне не готовилась. И вот там-то как раз, судя по всему, настоящая дара. То есть, в Новосибирской области пришла проверка какое-то время назад, и там, значит, не было, допустим, 1200 костюмов летних, ну, то есть военная форма. Значит, там, по-моему, 200 пар обуви, то ли две, то ли три тысячи вещмешков. Вот поэтому сейчас там есть даже было видео, что эти вещмешки, старые вот советские вещмешки выдают. Или, например, другое – это неприкосновенный запас, да, а есть там, значит, это из недавнего, когда в Владимирской области тоже начвечь, то есть начальник пищевого склада, он погрузил в служебный, вовремя, КамАЗ или Урал 200 пар обуви и повез. Вот их в счет какого-то долга отдавать. Это буквально было год назад, и, по-моему, мы его чуть ли не судили с началом сторжения. Вот. И, опять же, да, мы видим по судебным решениям, мы видим, что это верхушка айсберга. Я как раз тебя хотел спросить вот о чем. Вы наработаны статьей, использованы российскую базу судебных решений, которая называется «Правосудие». Довольно популярный инструмент у журналистов. Вот как раз расскажи, что она говорит нам об этом айсберге, какими числами она его описывает. Числа здесь такие. И я, если мы концентрируемся только на воровстве имущества с вещевых складов, у нас получается примерно с 2014 года, ну, в среднем, там, чуть плюс-минус больше, но за последние годы, там, 100, чуть меньше 70 приговоров именно по разным статьям, именно за кражу, там, или растрату имущества с вещевого склада. Но, опять же, во-первых, кража с вещевого склада – это вот именно, когда кто-то пришел, что-то забрал. Раз. Во-вторых, ну, я специально проверял, там, больше сейчас решений опубликовано, но решения не всегда публикуются, да, то есть я беру решение гарнизованного суда и по тексту ищу вещевой склад. Но, возможно, да, на самом деле, и, скорее всего, да, их было больше. Поэтому, одновременно, чтобы показать масштаб экономических преступлений в армии, да, я посмотрел, сколько было за те же 8 лет, раз пропаганда любит эти 8 лет, да, где были 8 лет, вот, наверное, многие российские военнослужащие на вопрос, где были 8 лет, могут ответить – мы воровали. Потому что, скажем, если брать статью кража, то там меньше тысячи в последние годы не было, а было там и полторы тысячи. Именно в год приговоров по статье кража. Возможно, там также что-то входит именно воровство с вещевых складов. Дальше – мошенничество. Это еще более популярная статья. То есть там некоторые годы до двух тысяч приговоров именно в отношении военнослужащих. А мошенничество, мы планируем как раз этот материал в следующем сделать, это уже более высокий уровень воровства, да, это, например, воровство на поставках. Должны поставить, а не поставили, да, это вот уже мошенничество. И здесь, получается, у нас по две тысячи приговоров. Ну и, собственно, когда мы все это вместе состыковываем, мы понимаем, что, а, мы знаем, и так и есть во всех сферах российской жизни, да, как правило, до суда доходят не все случаи. И в армии люди рассказывают, конечно, тоже не так. То есть когда проверка приходит, и когда нужно, значит, соответственно, военному следствию какую-то палку срубить, то есть дело возбудить, довести до суда, вот оно возбуждается. Но это какой-то процент, который, ну, точно не повышает, там, 10-20% от реальных случаев. И когда ты вместе состыковываешь, получается такая картина достаточно масштабного воровства в армии, и не только одежды, но и другого имущества, воровства на оборонзаказе, и это мы попробуем рассказать дальше. И в целом ты, когда вспоминаешь вот тот образ российской армии, который у нас есть за эти 8 месяцев войны, да, достаточно плохо материально обеспеченный, неорганизованный, достаточно такой рыхлый, а при этом жестокий, вот примерно это совпадает с тем, что видно по решениям судов. И в целом, ну, я думаю, что база более-менее точно отражает те приговоры, которые, то есть она, ну, то есть я сюда включил, даже если не было текста решения, я сюда включал статистику. В случае с военными как раз очень удобно это вычленять. Из базы такая чистая деталь дата журналистики, да, что, так это гарнизонный суд, ты точно знаешь, что если это там статья мошенничества, то это точно суждены только военные, потому что гарнизонный суд очень удобно вычленять из общей массы других дел. Итак, все эти умозаключения и поиски помогли тебе прийти к выводу, что ежегодно в России тысячи военнослужащих попадают в суды по обвинению в различных экономических преступлениях и мелких преступлениях, связанных с имуществом. Верно? Да, отвечу по-военному. Так точно. Хорошо. Теперь давай поговорим о иерархии этих преступлений. Я так понял, по тем примерам, которые ты привел в статье, что воруют во всех слоях. То есть это делают и рядовые, и прапорщики, и офицеры. И чем выше звание, тем больше масштабы. Правильный ли вывод я сделал, и можешь ли ты его проиндустрировать, если да? Опять же отвечу, так точно. У меня еще до работы со статьей, знаешь, был такой образ. Был у нас в семье знакомый, ну, нашей семье знакомый прапорщик. И я помню, что он рассказывал, как он там домой какую-то одежду взял, что-то еще взял из части. То есть это было нормально, там еще 90 начальных нулевых. И это видно, да, что пошли двое рядовых, отогнули воротину, залезли на склад и там набрали пару комплектов одежды. И это вот случай буквально, он был накануне войны, и даже в начале войны, вот там буквально вот в тот период срочники. И прикол в том, что они, значит, куртки с надписью «Армия России», видимо, самые такие красивые, то, что они забрали, отправили родным. Вот, а когда начался суд, родные потом вынуждены были обратно отправлять. И когда, знаешь, я все это читал, я вспоминал вот все истории про военных, которые мародерствовали в Украине, да, и потом все эти случаи мародерства вскрылись. Когда они, помню, были истории, да, когда они отправлялись через ДЭК, один отправлял дверь от машины, все, что они на оккупированной территории забрали, все они там из Белару через ДЭК отправляли. Вот, в принципе, на самом деле, вот точно так же они собственную армию обкрадывали. И точно так же по почте отправляли. Ну, вот, допустим, да, в этом примере рядовые. И действительно, там, чем выше уровень, то есть, допустим, как правило, по суду попадается начвечь, то есть начальник вещевого склада. Потому что он имеет доступ, он может подделывать документы, потому что это, естественно, скрывается. Здесь есть разные способы того, как скрывается. Например, значит, вот имущество забирается, вывозится и продается, а пишется, что оно выдано военнослужащим, которые уже уволились. Или там один был товарищ, по-моему, капитан, он был, не помню точно. Он выдумывал имена военнослужащих, которым выдано имущество. Такие настоящие поручики киже у него получались. Был, например, другой случай, это мне рассказали, что это часто, когда пишут, что пришло в негодность из-за плохого хранения. Ну, это списывается, а на самом деле продано. И вот как раз это очень такая, знаешь, там черная дыра до того, чтобы большое количество имущества списывать. Сиение мыши. Да, значит, там составляется акт комиссии, это все, значит, нужно... Это когда уже уровень ветоши, вот, значит, уже разветош, можно это все списывать, да. Или, например, обувь, каким образом, вот товарищ, который 200 пар увез, он по документам провел то, что их носили солдаты, хотя никто их не носил, они были новенькие, вот. Вот, и, значит, так и стоптали, что уже надо это все уничтожать. Берцы. И при этом, да, мы видим, что начальники выше, ну, во-первых, и так все понимают, что это происходит, во-вторых, вот был один случай на Дальнем Востоке, там должны были склад ликвидировать и перевезти в другого места, и как раз, значит, вещь, начальник этого склада, одной из частей, решил этим воспользоваться, и они, значит, стали перевозить вещи в гараж. В большом масштабе достаточно. Тоже там грузовики были задействованы, все. И когда их взяли за этим, то на суде, значит, вещь, говорил, что о мотивах своего поступка, он, говорит, хотел, вот, значит, заслужить хорошее отношение начальству. То есть он намекал, что начальство знало, было в курсе этой схемы, но вот дальше следствие не пошло, естественно. Поэтому масштаб вот такой. И еще раз, да, хочу, знаешь, к этой мысли вернуться. Вот когда я все это читал, я действительно вспоминал то, что творилось в Украине, все эти случаи мародерства, отправки имущества домой. И, например, если брать статью кража, то каждый год большое количество приговоров по статье кража в отношении российских водослужащих – это приговоры за кражу телефона у своего товарища. Что говорит вообще о многом, да? То есть, ну, во-первых, точно так же эти товарищи мародерствовали и забирали у украинского населения телефоны и другое имущество. И если у тебя военнослужащие в армии воруют телефоны у товарищей, это говорит о моральном и экономическом состоянии твоей армии. Ну, а мы знаем, какое у них экономическое состояние. Зарплата 30-35 тысяч. В целом не самая всегда была престижная профессия. Шли в нее там люди из глубинки, ради квартиры, ради пенсии. И как раз вот я, знаешь, вспоминаю, мой бывший редактор по изданию «Проект Рома Баданин», который, кстати, как и я, был признан агентом. Да, мы еще должны оговориться о том, что и издание «Проект» было признано нежелательной организацией. Да, он после «Буча» написал в Фейсбуке, что он вполне может представить себе, как вот все эти мотострелки им отдается на откуп власть не «Буча», а центр Москвы с районной Пятницкой. И они устроят там то же самое, что в «Буче», даже с большим наслаждением. И вот когда я все эти приговоры читал, я на самом деле вспоминал его слова, потому что люди, которые воровали телефону своих товарищей или шли на преступление и таскали трусы, туалетную бумагу, файлики и все прочее, ну, эти люди, когда пойдут войной на соседний народ, не стоит от них ожидать, что они будут более честны и не будут мародерствовать. Ты описываешь, безусловно, довольно мрачную картину, и в чем-то мне трудно с тобой не согласиться, но в то же время я хочу сказать, что, как мне кажется, далеко не все люди, выросшие в глубинке с не самыми высокими доходами, рассматривающие армию как социальный лифт, по определению являются склонными к мелким или крупным преступлениям. Есть ли у тебя какая-то версия, как ты объясняешь, что в армии воруют так много? Откуда взялась эта культура? Вот так я поставлю вопрос. Нет, конечно, я не говорю, что все. Более того, многие люди оттуда уходили, видя порядки до войны. Естественно, не все, да? Но просто когда критическая масса высокая, у тебя это становится системной ошибкой. Если говорить о культуре, то я отвечу так. Во-первых, российская армия в чем-то она изменилась, особенно со времен реформы Сирудякова, а в чем-то осталась абсолютно советской. В советской культуре было такое понятие, всего округ советское, всего округ мое, или всего округ колхозное, всего округ мое, которое реализовалось в ювелении несунов. Несуны в советское время, да, это были люди, которые несли что-то с места, где они работают. Если человек работает клерком в НИИ, он несет туда карандаши и бумагу. Если он работает на заводе шарикоподшитников, он несет шарикоподшитник. Работает на пивзаводе, он несет туда пиво. Военные несли, и я тут не буду скрывать, у меня родственники в советское время служили. Тот же принцип действовал там, да? Да, были реформы Сирудякова. Например, значит, вот питание там теперь на аутсорсе, уборка на аутсорсе. А, например, хранение вещей по-прежнему армейское, да? Второе здесь важный момент, да, что в целом коррупционное поведение в России, почему свойственно в целом России, помимо того, что с этим борются так себе, да? Условно говоря, каждый чиновник на каждом уровне знает, что, скорее всего, а может даже точно, его начальник или губернатор этого региона, да, или министр, или замминистра, или, прости господи, президент, все видели расследование о том, что, возможно, ему принадлежит целый дворец, или, по крайней мере, построен для него, да, не совсем чисты на руку. И, соответственно, возникает ощущение, если они берут или забирают что-то, почему мне нельзя? И вот у нас новый командующий этой группировки, Сергей Суровикин, да, там есть много рассказов о его методах ведения войны, но вот Леонид Волков из, значит, команды Навального, да? Мы должны оговориться, что Леонид Волков тоже признан физнецом иноагентом. Он же из Екатеринбурга, а Суровикин там одно время командовал. Рассказывал, что он там, значит, привлекал на лесопилке, солдаши по ней работали и прочее. То есть, ну, в целом это свойственно даже вот тем, кто командует. И если вспомнить те же многочисленные коррупционные скандалы, которые есть в армии, ну, можно вспомнить там Евгению Васильеву, да. Когда вся эта система такая, плюс у тебя советская культура, есть вот это Несунов, да, плюс в целом невысокая зарплата, плюс все это доступно, плюс, очень важно, там же нет нормальной системы учета. Мне рассказывают, что он до сих спор, вот выделили топливо на округ, бумажка, выделили топливо на часть, бумажка, нет цифровизованное. Что говорит преимущество? Нету там цифрового учета или он находится в таком состоянии зародыша. Соответственно, когда у тебя нет такого учета, вот и возникает в совокупности соблазн пригнать КАМАЗ, погрузить и продать. Вот результат, что мы имеем, а мы имеем, что у мобилизованных нету одежды, и в целом армия вот оказалась вот такой, и мало кто даже думал, что до начала войны, что она такая. Спасибо, Андрей, это был Андрей Захаров, корреспондент BBC, меня зовут Сева Бойко, а вы слушали подкаст «Что это было?». Ищите его на сайте Русской службы BBC, в нашем Тенеграм-канале, еще мы есть на Ютюбе, не забывайте заходить туда. Но где бы вы нас не слушали, обязательно подписывайтесь, ставьте оценки, лайкайте и делитесь. Так о нас узнает Боншеслушательный, а новый выпуск, что это было уже завтра.